Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Безопасность отдыхающих превыше всего. Губернатор дал поручение проверить состояние водных объектов в муниципалитетах края. Проекты будущего. Городские власти и активисты разработали идеи по благоустройству прогулочной зоны. С днем рождения, курорт Анапа. Страница истории нашего города. Половина курортного сезона пройдена. Глава Анапы дал предварительную оценку состоянию правопорядка и антитеррористической защищенности территории на заседании Совета безопасности. Сергей Сергеев заявил, на обеспечение безопасности должны работать все и круглосуточно. Безобидный на первый взгляд несанкционированная бочка с квасом или припаркованные в нарушении правил автомобиль могут служить потенциальной угрозой и элементом совершения террористического акта. Единовременно на территории курорта находится около 200 тысяч отдыхающих. Наши гости и жители должны чувствовать себя в безопасности. Все то, что происходит сегодня, оно ни в коей мере меня как главу, я подчеркиваю это, как руководителя высшего должностного лица территории не устраивает на сегодняшний день. У нас реализуются в неустановленных местах продукты питания. Скажите, чем террористический акт с жертвами 84 человекомницы может отличаться от массового отравления и гибели, допустим, от той же вареной кукурузы, от некачественных спиртных напитков, которые у нас шагнешь и можно увидеть, ступниешь можно увидеть. Да, мы создали группы и подчеркиваю, в счет личного времени сотрудники администрации, а у нас уже есть те, кто написал заявление, отказываясь работать именно потому, что мы понуждаем, вынуждены понуждаем сотрудников выполнять работу, не связанную с их прямыми функциональными обязанностями. То есть, обеспечивать выполнение правил торговли, обеспечивать антитеррористические, в том числе, мероприятия и еще многое-многое. Поэтому хочу, уважаемые руководители, обратить всех внимание на необходимость решения задач по обеспечению правопорядка и обеспечению безопасности в полном объеме, включая требования регионального законодательства. Все должны делать круглые сутки, обеспечивать безопасность нахождения на территории как наших жителей, так и в первую очередь отдыхающих и особенно детей. Подробнее о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности, мы расскажем вам завтра. А сейчас напоминаем, что необходимо соблюдать правила личной безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем своим и окружающих людей. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, обращайтесь по телефону дежурного пожарной охраны 01-101, оперативного дежурного отдела МВД по городу Анапа 02-102, диспетчера станции скорой медицинской помощи 03-103, оперативного дежурного ЕДДС Анапы 3-20-94. Губернатор Краснодарского края поручил Краевому министерству ГО и ЧС организовать проверку работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что в последнее время участились случаи гибли людей на необорудованных пляжах. Так, только за минувшие сутки на различных водоемах края утонули 7 человек. Несчастные случаи произошли в Новороссийске, Туапсинском районе и Анапе, где, несмотря на штормовое предупреждение, при купании погибли люди. В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки. Как сейчас обстоят дела на водных объектах курорта, выясняла наша съемочная группа. Уже с самого утра сотрудники ГИМС на скоростном катере выходят в акваторию Анапы с целью пресечения незаконной деятельности на воде. Согласно графику патрулирования, выходим по определенным маршрутам по контролю за выполнение правил пользования за маломерными судами. Поэтому сейчас необходим нам факт нарушения правил пользования маломерными судами. Осуществляем контроль, кто нарушает. То есть это без регистрации маломерного судна, возможно, без номеров регистрационных, без техосмотра, без технического свидетельствования, с нарушением норм пассажиров вместимости. А нарушений действительно много. Начиная от любителей гонок на гидроциклах в нетрезвом состоянии и заканчивая неисправностью и перегрузкой водных аттракционов, которые так популярны среди отдыхающих. Также сотрудники ГИМС следят за тем, чтобы маломерные суда, работающие в прокате, использовались в зонах, которые предназначены для катания и утверждены постановлением администрации города. Впрочем, в погоне за заработком любители морских приключений грубо нарушают все возможные требования. Большой процент, то есть нарушений много. На данный момент нами составлено уже более 100%. В этот раз нарушители обнаружены не были. Присутствие на воде катера ГИМС сделало свое дело. Администрация города и службы все лето будут жестко контролировать, чтобы владельцы маломерного флота и капитаны придерживались всех норм и правил судовождения. Семь футов под килем обещают только тем, кто работает по закону, а нарушителям придется сушить весла. Анапские городские власти получили зеленый свет. Активисты нового движения, предложившие свое видение благоустройства прогулочной зоны на пересечении улиц Таманской и Тургенева, получили поддержку администрации курорта. Побывали на приеме заместителя главы Анапы Анжелики Базуновой и вместе с ней встретились с жителями близлежащих домов. До чего договорились власти и общественники в нашем материале. Анапские городские проекты – новое общественное движение инициативных жителей города. Первая работа над проектом благоустройства бульвара на Таманской и Тургенева. О том, как она проходила, активисты рассказали Анжелике Базуновой на личном приеме. Мы сначала провели небольшое исследование самого места, со всеми участниками, на которых в проектной сессии уже принимали участие. Опросили порядка 50 человек о том, что им нравится, не нравится, что они хотят в городе, местные, приезжие. И на основе вот этого всего, уже те команды, которые у нас в ходе сессии были, они разработали ряд каких-то объектов и элементов, которые мы включили в этот эскизный проект. Оригинальные навесы в шахматном порядке, клумбы, соседствующие с лавочками, зонирование территории с помощью цветной плитки и, конечно, вечернее освещение. Анжелика Базунова отмечает – красивая и функциональная задумка. Препятствий к поэтапной реализации проекта она не видит. Единственный спорный вопрос – сцена. У всех почему-то сразу возник вопрос по поводу сцены, по поводу того, что будет шумно, а жители, значит, ну, вокруг ближайших домов там хотят тишины и тому подобное. Поэтому, может быть, здесь посмотреть, ну, не по сцене, а там какие-то другие, может быть, предложения. Может быть, как-то это обсудить этот вопрос, ну, сам эскизный этот проект там с населением. Давайте с ТОСами все-таки встретимся, им покажем это все. Если есть, ну, я же говорю, мы можем же это поэтапно, все равно у нас сразу столько денег нет, чтобы там и стену, и там все на свете. Начнем с аллеи, давайте так. Жителям донесем это, расскажем, если их устроит такая композиция, ну, давайте так и будем действовать в сентябре месяце. Сказано – сделано. Встреча с ТОСовцами и жителями этого района состоялась на следующий день. Вопрос в сцене, чтобы не получилось так, что потом жители, вот те, которые живут рядом, будут недовольны тем, что здесь вот какие-то проходить мероприятия молодежные. А почему бы и нет? У меня негде, у меня где-то такого места. Я даже буду рада. Никто, никто не будет против. Вообще никто не будет против. Ну, мы проведем время. Я провожу, то первую школу прошу, то еще какой-нибудь пансионат. У нас нет места на главу кругу. А вы где живете? Вопрос первый. А что на этой сцене планируется проводить? Что там будет? Значит, это будут молодежные акции. Понимаете? То есть каких-то там концертов, естественно, есть. А какие-то молодежные акции, конечно, будут проходить. Основную часть работ по благоустройству аллеи возьмет на себя муниципалитет. Общественники готовы предложить помощь в уходе за зелеными насаждениями и присмотре за территорией. Внимание спонсоров тоже бы оказалось весьма кстати для создания оригинальных архитектурных форм и фотозон. К слову, городские власти включили в план благоустройства еще одну зеленую аллею на улице Гоголя. Сегодня у нашего города своеобразный день рождения. 116 лет назад Анапа стала курортом. В этот день состоялось открытие первой водогрязи лечебницы. Владимир Будинский, врач и общественный деятель, в 1898 году приобрел в районе Высокого берега участок земли под строительство лечебницы. Она стала первым в городе медицинским учреждением высокого класса. 21 июля 1900 года с богослужением и освещением состоялось торжественное открытие. В этом же году вышла брошюра «Анапа как место морских купаний и климатическая станция», в которой Будинский писал. К лечебным средствам Анапы, кроме прекрасного климата, относятся морские купания, лечебные грязи, песчаный берег, восхождение на горы, виноград, козье молоко и кефир. Морской берег можно считать превосходным. С тех пор дело, начало которому положил доктор Будинский, успешно процветает и развивается. И слава курорта Анапы, как и лечебная здравница, только крепнет и приумножается. Крупнейший нефтехимический холдинг России продолжает вкладывать средства в инфраструктуру на Анапском побережье. В 21-й день рождения компания в корпоративном центре оздоровления открыла многофункциональную площадку, оборудованную по последнему слову технике, в планах благоустроить пляж. Спасибо вам! А летом – местом, где можно переждать полуденную жару. Должно быть место на юге, где человек приходит в комфортные условия, где соответствующая комфортная температура, тихо, спокойно, почитать книгу и в прохладном таком хорошем месте, и действительно получить удовольствие и отдохнуть. Первые посетители отмечают, что шефы не поскупились на качественные материалы. Каких-либо сумм в компании не называют, однако подчеркивают основательность подхода. Старый лагерь, доставшийся по наследству, решили полностью снести и построить ультрасовременный оздоровительный комплекс, где ежегодно отдыхают более трех тысяч взрослых и порядка 1600 детей. Выглядит эффектно, но совершенно безопасно. Благодаря таким научным фокусам, а также кружкам и образовательным программам, у ребят пробуждают интерес к точным наукам, профориентация. В целом же, если судить по инфраструктуре, немалые инвестиции в Анапское побережье, по сути, вложение в производственный процесс. Да, качество отдыха влияет на производительность. Это невозможно отрицать. Здесь отдыхается замечательно. Поскольку география и большая часть наших площадок производственных находится в Сибири, конечно, южный воздух, тот климат, который есть в Краснодарского края, Черноморское побережье, это замечательное место, где можно поправить здоровье. В администрации города-курорта говорят о большом вкладе предприятия в развитие санаторно-курортного комплекса. Называют корпоративный оздоровительный центр одним из лучших на Анапском побережье. В этом году предприятие вошло в пятерку лидеров по безопасности среди санаторно-курортных комплексов города. А в минувшем году пляж предприятия был признан лучшим в Анапе. В планах продолжить его модернизацию. Планируем провести реконструкцию пляжа, изготовить малые архитектурные формы, которые покроют всю территорию пляжа, которая выделена нам муниципалитетом. Мы разрабатываем концепцию и в ближайшее время будем выходить на город с предложением, чтобы показать городу, что мы не стоим на месте, а двигаемся вперед и готовы развивать городскую площадку. По словам руководителя предприятия, заботясь о своих сотрудниках, здесь автоматически поднимут планку качества отдыха для всего Анапского побережья. Теперь жители Кубани могут видеть, куда направляются деньги краевой казны. Заработал новый портал «Открытый бюджет Краснодарского края». С его помощью возможно получить объективные сведения о финансовом состоянии региона. Здесь же размещены правовые акты и официальная бюджетная отчетность. Портал позволяет сравнить наш край и другие субъекты России по финансовым и социально-экономическим показателям. Также созданы сервисы обратной связи, с помощью которых можно проводить обсуждения актуальных бюджетных проблем, задавать вопросы, участвовать в вопросах общественного мнения. Новый портал вы можете найти по адресу openbudget23region.ru В России пройдет конкурс «Семья года». В регионах уже стартовал прием заявок на участие. Победители выберут в пяти номинациях. По итогам проведения конкурса пройдет торжественная церемония награждения победителей и будет издана книга «Семья года России-2016». Побороться за победу в конкурсе могут семьи с детьми, а также пара, отметившие золотую свадьбу. Для участия в региональном этапе нужно обратиться с заявкой до 1 сентября в Управление социальной защиты населения по адресу Анапа, улица Крымская, 177, телефон для справок 39056. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова